Ну что, всем добрый день. Добро пожаловать на сегодняшнее обсуждение. Сегодня у нас заседание аналитического кружка в таком открытом и в несколько расширенном формате. Мы проводим такое второе заседание, когда приглашаем выступающего представить свои текущие работы, свою текущую работу, для того, чтобы как-то наладить дискуссию между разными представителями нашего исследовательского сообщества. Вот, и сегодня у нас такое второе заседание. Сегодня я хочу представить нашего докладчика Андрея Вячеславовича Родина, доктора философских наук, исследователя, архив Андрей Планкаре, университет Лотарингии. И вот Андрей нам расскажет о своей работе над реконструкцией истории развития исчисления задач в Калмогорово и как исчисление задач повлияло на дальнейшие разработки в этой и связанных областях. Андрей, пожалуйста, тебе слово. Спасибо большое, Лев. Спасибо за приглашение. Я уже, по-моему, один раз на эту тему, вот на этом семинаре или вот на аналитиконе, но где-то, по-моему, примерно в той же аудитории, может быть, чуть-чуть более обширно, уже рассказывал. То есть это была, так сказать, предварительная версия, и она опубликована даже на русском языке. Сейчас точно не вспомню, где и когда до меня это записано. Но вот она с тех пор действительно выросла в довольно такой большой текст, в котором основная часть действительно историческая, в общем, по сути, вся статья, конечно, историческая. Но там вот есть тоже такая философская тема, которая, мне кажется, очень интересная. Ну вот сейчас я до нее дойду. Значит, речь идет о статье Андрея Николаевича Калмогорова, которая вышла на немецком языке. Если, кстати, так сказать, есть желание, у меня более-менее под рукой тут все эти тексты, я тоже могу их в какой-нибудь момент показать. Статья называется «Об интерпретации интуиционистской логики». И, как я уже сказал, это вторая статья по логике Калмогорова. Первая вышла в 1925 году, которая называется «О принципе исключенного третьего». Значит, все это можно найти в собрании сочинений Калмогорова, которая у нас вышла незадолго до его смерти. Он умер в 1987 году. Там, по-моему, 1985 год издания. И, собственно, там есть еще его же комментарии. Я как раз тоже понимаю о своих старых статьях. На самом деле, вот чисто по логике у него, собственно, вот кроме этих двух статей, ничего не опубликовано. Если есть, так сказать, связанные работы, ну, скорее вот уже в сторону того, что там называется теория алгоритмов и так далее. Хотя это вещи, конечно, связанные. Но, тем не менее, вот это исчисление проблем Калмогорова, в общем, так сказать, вошло в историю, его упоминают. Но сейчас я об этом скажу. Может быть, действительно, два слова про эту первую статью просто поставить в контекст. В ней, на самом деле, и сейчас это даже не какой-то спорный момент, все более-менее пишут. Действительно, впервые представлена вот некая формализация интуиционистской логики. Она немного отличается от того, что стало вот стандартным. И то, что он использует статьи вот уже в статье 93-го года, то есть то, что мы называем сегодня интуиционистской логикой. И что восходит публикациям Гейтинга. Там в 30-м году у него целых две публикации. Дальше 31-го года там, похоже. Вот. И, ну, там чуть-чуть отличается вот это, так сказать, формализм. То, что опубликовал Калмогор в 25-м году. Но проблема в том, что вот эта статья 25-го года, она была на русском математическом сборнике. Ее, в общем, так сказать, мало кто читал за пределами России. А вот эта статья, она как раз появилась в таком довольно популярном журнале немецком. Математический цайт шрифта. Но он и сегодня существует. Так же, как математический сборник, кстати, русский. Вот. И ее, в общем-то, читали, ну, более-менее основные вот участники всех этих дебатов того времени. То есть она, ну, не могу сказать, что как-то необыкновенно популярна. Но, во всяком случае, она была гораздо более доступна. И в этом смысле она вот имела больше влияния. Да, еще в статье 25-го года, собственно, он предложил перевод, значит, предложение классической логики на язык интуиционистский. Вот то, что называется перевод с помощью двойного отрицания. И то, что позже опубликовал уже Гёдель. Ну, и стала так. Гёдель еще похожая вещь была у Глевенко. Но, опять-таки, вот в 25-м году это было впервые на русском языке. Но тогда мало кто это смотрел. Значит, статья вот этого 32-го года, она другая. Поскольку в ней, собственно, нет никаких технических результатов, речь идет скорее вот о, так сказать, действительно интерпретации. Причем интерпретация тут поднимается в таком неформальном смысле, да. То есть это не как там построение вот какой-то семантики, а скорее как то, что, допустим, вот нынешние интуиционисты, как там Мартин Лёв, вот Марк Ванаттон, которые они вообще предпочитают называть объяснением, explanation по-английски, да. То есть мы объясняем этот формализм, как это надо переводить там на естественный язык, как об этом нужно думать. Но речь не идет там о построении каких-то точных формальных семантик или моделей. То есть в этом смысле эта статья такая, ну, если не философская, то где-то, так сказать, пересекающаяся с философией. И в этой статье уже Коломогоров пользуется формализмом Гейтинга, который, вот, как я уже сказал, в 30-м году был опубликован, а не, так сказать, не своим собственным. Вот, то есть в этом смысле, ну, может быть, можно сказать, статья не такая уж амбициозная. Но почему вообще меня это заинтересовало? Ну, здесь, так сказать, моя история немножко специальная, поскольку я как-то заинтересовался этой темой через вот гомотоопическую теорию типов, ну, которая действительно есть связь, вот у меня в этой статье, это, собственно, последний там параграф, вот про это написано. Исчисление задач даже, как это по-русски произносилось, и проблема задач, и унивалентное основание математики. Ну, конечно, это такая специальная вещь, хотя она меня очень, так сказать, возбудила в начале, да и сейчас мне это, кажется, интересно. Ну, я, конечно, понял, что, так сказать, если к этому вопросу, так сказать, более, ну, что ли, объективно и спокойно подходить, то тут, конечно, много всяких других моментов, и, конечно, там нету никакого предвидения гомотоопических теоретипов. Это было бы такой спекуляцией так говорить. Вот. Но есть много, так сказать, другого интересного, вот о чем я пытался сказать. Дальше, смотрите, почему мне тоже, ну, вот, уже чуть позже я много переписывался с Марком Ванаттоном, который, допустим, вот в Стэнфордской энциклопедии, там у него висит большая статья о развитии интуиционистской логики, ну, то есть он такой вот один из историков. И вот, по крайней мере, если говорить о нашем поколении, да, там люди 50+, наверное, самые такое известные, есть еще там люди постарше. Вот. И я на самом деле, ну, не согласился довольно, то есть мы с ним в таком режиме некоторого спора стали общаться, поскольку, собственно, ну, вот в этой статье, которую вы все можете прочитать в Стэнфордской энциклопедии, ну, собственно, он следует своим вот голландским предшественникам, предшественникам, которые подходят вообще, собственно, к Брауэру и к Гейтингу, да, там такой важный историк Троэлстра, который, собственно, придумал понятие, которое, наверное, вы пересекались, но если нет, которое называется BHK-семантика. Вот. Ну, если вы это погуглите, то это B, значит, это значит Брауэр, H, значит, Гейтинг и К, Калмагору. Хотя там тоже своя некоторая история, которая стоит в том, что сначала вот эта буква К, К, предполагалась для Крайзеля, но потом там вот пошла эта история с дабл-клод, то есть у него там, так сказать, некая своя была идея, с которой там многие не согласились. Идея была в том, что кроме того, чтобы предъявить свидетельство некое, да, как доказательство, нужно еще новое доказательство, что то доказательство, оно действительно доказательство. Ну, и вот, так сказать, большой шел спор, нужно ли тут вот начинать такой потенциально бесконечный регресс или не нужно. Ну, кстати говоря, вот если мы возьмем классические доказательства Евклида, то вроде как там это есть, да, мы там сначала, допустим, построили треугольник, а потом еще надо доказать, что вот то, что мы построили, оно действительно там тот треугольник, который нам нужно было построить. То есть там вот такой как бы двойной цикл идет. Вот. И, ну, я не знаю, вот все здесь встречались вот это BHK-семантика или нет? Или мне нужно об этом сказать? Ну, я думаю, что если коротко это упомянуть, это не будет лишним. Я, по крайней мере, знаю, что это. Ну, да. Ну, главное, по крайней мере, вот главное для меня, это то, что это вот некоторый такой синтез, вот как, собственно, идеи, скажем, Брауэра, там, Геттинга и Калмогорова, да. Ну, про Брауэра здесь на самом деле скорее он упоминается как отец-основатель всего этого направления, поскольку сам он очень скептически относился вообще ко всяческой логике и уж точно не считал, что вот эта формализация интуиционистских рассуждений вообще имеет там большое значение в вопросах оснований и прочего. Ну, Геттин, кстати, тоже там своя история, почему он начал этим заниматься. Его там такой Манури был еще тоже у них, коллега, который его к этому как бы подвигнул, что надо все-таки вот попытаться это как-то формализовать, эти рассуждения. Но тоже, кстати, у него есть такая книга, ну, вот она, есть там библиография статьи, как, ну, попытка такого более систематического развития вот того, что он называл интуиционистской математикой, вот, кстати, это важное для моей истории понятие, и там, собственно, логика в самом конце. То есть вот не так, как это иногда делают, что там сначала логические принципы, и дальше вот из этих логических принципов мы там строим, не знаю, теорию множества, теорию группы и развиваем математику. А наоборот, сначала там идет разная математика, и в самом конце, как бы в виде такого добавки, вот, идет логика, как некая такая абстракция, вот, и на основе вот некоторого класса математических рассуждений. Вот, но так или иначе, здесь важно, что идеи Калмогорова и Дейтинга, вот, я бы даже Брауэра немножко оставил в этом смысле в стороне, они, ну, так сказать, есть попытка их синтеза, да, то есть сказать, что это, ну, немножко разными словами одно и то же. Вот, ну, в чем состоит, ну, может быть, я так словами проговорю, я это тоже вот в статье не прописывал, допустим, для импликации, что значит, что из А следует Б, вот, в такой интуиционистской трактовке, да, ну, смотрите, значит, собственно, в терминах вот интерпретации Калмогорова, когда вот эти А и Б мы интерпретируем как задачи, это значит, что, ну, так, если совсем, грубо сказать, решение, из решения задачи, решение задачи А решает задачу Б, я даже не буду говорить, следует, да, потому что это нас наводит скорее вот на стандартную интерпретацию какую-то пропозициональную, а здесь вот именно это все в терминах задачи. Ну, или если говорить так немножко точнее, то вот метод решения задач там типа А, я говорю типа, потому что там тоже могут быть параметры, дает нам также метод решения задач типа Б. Ну, и в таком же роде для остальных связок там отдельная история, может, я чуть позже скажу, возникает для отрицания, которое на самом деле вот составляет проблему ее такая интуиционистская интерпретация отрицания, но с остальными связками, ну, допустим, там, конъюнкция, это значит, что решить решение задачи А там и решение задачи Б, да, где вот это и мета-теория, и, в общем, она не имеет такого пропозиционального смысла, а имеет смысла, вот, скорее, какой-то комбинации задач. Да, это по Коломогорову, а по гейтингу, ну, собственно говоря, точка зрения гейтинга основная в том, что пропозиции и задачи – это вообще одно и то же. Он там называл это немножко по-разному, что-то там из какой-то фирменологии ему попадалось, называл, ну, я покажу это, он называл там интенция, значит, сделать какую-то конструкцию. Ну, идея тут в чем? Что если я произношу какое-то утверждение, не знаю, теорем Пифагора, да, то мне нужно его доказательство, да, то есть… Ну, то есть сама утверждение, допустим, теорем Пифагора, да, это постановка задачи о ее доказательстве, вот можно так сказать. Ну, а постановка задачи о доказательстве – это тоже вот некая проблема. И в этом смысле проблемы и теоремы – это, в общем, вообще одно и то же. Ну, или можно так сказать, что такое конструктивистское прочтение пропозиции – это их прочтение как задача, ну, вот как задача на доказательстве, можно сказать так. Вот. И, ну, и там вот Марк, допустим, Ванатов, он целую там историю рассказывает, как вроде как вот эти точки зрения сближаются, там, значит, у нас сохранилась небольшая, к сожалению, по всей видимости, это только маленький фрагмент переписки между Калмогором и Гейтингом, там, три письма, ну, третья к этому отношение не имеет, к этой теме, но вот в первых двух письмах они как раз это обсуждают. Там первое письмо 1931 года, а второе и третье, они вообще не датированы. И, кстати говоря, это письма, которые, значит, были в архиве Гейтинга, ну, собственно, там они и хранятся, в Амстердаме. И вот ответных писем Гейтинга, да, у нас нет, но, в принципе, есть некий шанс, что они находятся в архиве Калмогорва, который сейчас находится в частном владении и, так сказать, полностью недоступен. То есть оттуда уже довольно много чего опубликовано, но вот, например, сказать с уверенностью, что там этих писем Гейтинга нету, мы не можем на сегодняшний день. Так что, может быть, это спекуляция, конечно, что нас тут еще могут ждать какие-то интересные новые источники и, значит, какое-то новое историческое знание на всю эту тему. Но вот, к сожалению, пока все приходится строить вот на тех источниках, которые, собственно, уже хорошо известны и довольно много раз хорошо описаны. Но еще раз, вот прежде чем я чуть подробнее пройду по тексту, я скажу, в чем вот некий такой полемический смысл того, что я здесь вот на этих 60 страницах написал, ну, по крайней мере, вот в этой исторической части, ну, как раз в том, что все-таки вот эти различия, они довольно существенны. И главное, что они сами, оба, и Калмогоров и Гейтинг, их, собственно, признавали. И хотя вот точка с Гейтингом здесь, так сказать, немножко интересно и немножко странно, поскольку в своей книге, которая, так сказать, таким синтезом является его работа в основаниях математики, эта книга вышла в 1934 году с каким-то длинным названием. Кстати, она не переведена на английский, но переведена на русский, благодаря, вот, переведена Адольфу Павловичу Юшкевичу, благодаря Усинину, очевидно, Андрею Николаевичу. И вот в этой книге 1934 года, собственно, Гейтинг все совершенно правильно пишет, как все это, так сказать, устроено, как есть. Ну, по крайней мере, настолько, насколько вот мне удалось посмотреть эти источники и убедиться. То есть он указывает на вот это различие и рассказывает, в чем оно состоит, вот я чуть позже скажу. Но уже вот в 50-е годы, там, в 58-м, что ли, у меня там есть ссылка, вот он говорит уже другое. Он говорит, что, ну, на самом деле, там эти различия были несущественны между мной и Коломогоровым. И вот эта именно последняя точка зрения, она и стала основанием вот для такой уже более современной литературы, исторической, да, где, так сказать, ну, вот говорится, вот в духе как раз этой, бычка, семантики, что, ну, это вот они, так сказать, немножко разными словами, может быть, разные аспекты, да, вот мы говорим, там, о таком интуиционистской трактовке, собственно, пропозиции, там, о интенциях, намерениях или ожиданиях, или чем-то таком, либо вот мы просто говорим о задачах, как это делал Коломогоров, но, в общем, это все про одно и то же. Вот. И, ну, и, кстати, когда вот так смотрят на вещи, все-таки некое пальма первенства остается Гейтингу. И понятно, почему, потому что, на самом деле, все-таки именно, ну, в этом состояла точка зрения Гейтинга. И, так сказать, Коломогорову можно сюда подверстать, и даже, вот, так сказать, если говорить, ну, теоретически, в этом нету никакого криминала, да, ну, какая-то комбинация разных идей, и почему бы вот не слепить их вот в таком виде, если это там для чего-то полезно и интересно. Но, по крайней мере, исторически это точно все-таки ошибка, поскольку, ну, исторически это, как бы сказать, вот как Марк там вот написал, что якобы там Коломогоров к 37-му году, он говорит это вот, опираясь там на малюсенькую, такую рецензию, которую Коломогоров написал, что вот он изменил свое мнение, ну, конечно, я говорю, Марк, ты что думаешь, что вот он стал интуиционистом, что ли, по-моему, то он говорит, ну, не интуиционистом, несмотря на то, что ты имеешь в виду, там, интуиционистом. Ну, в общем, так или иначе, вот идея, что это все как-то синтезировалось и что эти различия перестали иметь значение, и все, вот это сошлось в какую-то одну такую вот эту девичку, семантику, которую мы сегодня можем пользоваться, и уже там, так сказать, чисто исторически имеет интерес, как она возникла. Ну, вот я думаю, что это, конечно, все просто неправильно, поскольку никуда там эти различия не уходили. В 80-х уже годах вот при подготовке вот этого собрания сочинений Калмогоров, собственно, прокомментировал эту статью, вы можете посмотреть, и там, так сказать, подтвердил как раз совершенно другое, говоря о том, что его целью было было создание такой логики двусортной, которые были бы, то есть он говорит так, что вот моя цель была как бы дополнить логику пропозициональную, логику высказываний логикой задачи. Вот так. То есть технически говоря, различия здесь принципиально сводят к тому, нужно или не нужно различать высказывания и задачи как два разных вообще типа вот каких-то объектов логических. И Калмогоров все время настаивал, что нужно. Хотя, конечно, видите, здесь в этой статье 32-го года он, собственно, такой двухсортной логики не предложил. Но, тем не менее, тем не менее, он считал... То есть вот технически говоря, спор был в этом. А если говорить вот философски, что за этим стоит... Ну, давайте я так расскажу, не по тексту, а просто... Потом, вот если еще чуть будет время, мы прибежим по тексту. А философски тут дело вот в чем. Смотрите, что... Ну, начать надо с того, что Калмогоров вообще, в отличие от Гейтинга, не занимался какой-то такой вот ревизией, перестройкой математикой на новых основаниях, считая, что вот там классические рассуждения вообще нужно либо заменить интуиционистскими или как-то оправдать. То есть у него не было такой программы. В этом смысле, кстати, он ближе к Гильберту, который все-таки ставит своей целью ну, как бы оправдать существующую, как сейчас стали говорить, я и сам заразился, хотя долго сопротивлялся, математическую практику, скорее чем вот на какую-то новую математику построить там на новых основаниях. То есть у него... То есть вот сама вот эта идея интуиционистской математики, с которой, собственно, Гейтинг начинает там свою деятельность, и постоянно он это выражение употребляет, ну, и действительно, то, что он делает, да, это другой вопрос. Вот дальше можно сказать, это интуиционистская математика единственная, так сказать, правильная математика, вся остальная надо выбрать, или сказать, что вот бывает классическая математика, бывает интуиционистская, но так или иначе, это какая-то вот отдельная математика. Для Калмогорова абсолютно такая идея была чужда. Ну, и, естественно, надо тоже понимать, что в отличие от Гейтинга, он работал вообще чуть не во всех областях математики ему современной, да, и уж если так сравнить, можно сказать, что в логике, логика на самом деле очень небольшую составляла часть вот спектра у него интересов, его, так сказать, работы, да, достаточно посмотреть опять по статьям, что он делал там в те и другие годы, поэтому вот это совершенно для него лишняя идея, и идея его в другом, значит, идея в том, что вот именно чтобы дополнить, да, что вот, окей, вот у нас есть это классическая логика, классические рассуждения, и совершенно он не собирается там отменять закон исключенную третью для них и так далее, но вот надо дополнить логикой задач, да, и в этом смысле, допустим, там утверждение какое-то, ну, я не знаю, теорема фирма, что угодно, и задача ее доказать, это, ну, не одно и то же, и вот для задач, действительно, он считает, что в принципе, исключенную третью не работает, ну, поскольку, что это означает для задач, вот там, я тоже в статье у себя подробно разобрал, как он это описывает в статье, что любая задача либо решается, ну, здесь тоже возможные оттенки, да, что, значит, можно говорить решаемо, нерешаемо, в более абстрактном смысле, можно говорить, кстати, как он это делает, в более таком конкретном смысле, вот, я либо, так сказать, могу решить, либо не могу решить, вот, каждый конкретный индивид, то есть, тут разная техника, но так или иначе, даже вот в такой формулировке, которую, кстати, похоже, Гильберт принимал, да, когда вот он говорил, что нету игнорали в математике, то есть, любая корректно, любой корректно поставленный вопрос имеет вот ответ, да или нет, а если не имеет, значит, некорректно поставленный. Вот, Калмогоров так совершенно не считал, и причем, кстати, это все еще немножко было вот до там результатов Гёделя о неполноте и так далее, но тем не менее, вот, ему кажется, очевидным, что нету такого свойства ту задачу, что она обязательно либо решается, либо не решается, вот, поэтому для задачи это, конечно, неприменимо, но это, так сказать, не отменяет того, что это применимо для высказываний. Вот как-то так. Хотя про высказывания, ну, вот в этой статье он особенно не пишет, то есть, то, что вот потом вот интерпретацию Сергея Мелехова предложил, который я здесь как раз подробно разбираю, это вот комбинированная логика задачи высказываний, где он как-то такую двойственную систему построил, где есть высказывания, где есть задачи для высказываний, значит, у нас классическая логика для задачи, интуиционистская, и они, кстати, вот то, что он действительно здорово придумал, по-видимому, что очень естественно получается соответствие ГЛОА между этими двумя. Если у нас есть оператор, который переводит задачу в высказывания, да, переводят, говорят, что задача имеет решение, каждая задача там, альфа сопоставляется, восклицательный знак альфа утверждение, что задача имеет решение, и каждой высказыванию сопоставляется задача, значит, доказать это высказывание, вот, то очень естественно получается, ну, я сейчас не буду, если время останется, я покажу, как это работает, но то, что вот математика называется, соответствие Галуа, то есть, такая очень красивая соответствия, ну, симметрия, если угодно, двойственность, вот, между, с одной стороны, пропозициональной логикой и вот интуиционистской логикой, председательной в терминах задач, вот, это такая попытка его, вот, Сергея интерпретировать Коломогорова, хотя у Коломогорова вот, вот этот оператор, как сказать, из высказываний в задаче есть, да, то есть, у него есть примеры задач доказать какое-то высказывание, хотя вот вроде как не любая задача, не любая задача так устроена, вот, но вот обратного оператора про это он ничего не говорит, это уже, так сказать, Сергей Дуо придумал, ну, хотя в полном, в общем-то, соответствии, в каком-то смысле, в духе того, что говорит Коломогорова. Вот, ну, и что я хочу сказать, вот, может быть, заканчивать такое введение, что вот это различие между задачами и высказываниями, да, на котором настаивали Коломогоров, кстати говоря, там, вот, в самом конце этой статьи 1932 года, там, значит, после этого он там прочитал еще одну статью Гейтинга и говорит, да, вот то, что я пишу, это близко к тому, что говорит Гейтинг, гно, это было замечание добавленное уже вот на гранках, как у нас, мы говорим, да, Пруфс, когда ему дали, но вот Гейтинг неправильно, что он, так сказать, не различает высказывания и задачи, когда как вот их действительно нужно, нужно различать, вот, то есть, ну, с одной стороны, вот это формальное, мы можем там по письмам тоже посмотреть это поподробнее, но за этим стоит вот некое философское тоже обоснование, если угодно, значит, как оно устроено, значит, для Гейтинга, наоборот, философское обоснование состоит в том, что нам нужно высказывание читать вот как задачи, грубо говоря, да, вот таким конструктивным способом, и это значит, их не различает, это его точка зрения, и она, конечно, требует, в общем, такой вот перестройки математики, поскольку она, ну, поскольку это означает, что мы нигде не можем использовать это исключенного третья и так далее. А для Калмогорова философское обоснование состоит в том, что у нас как бы есть два типа, не знаю, как сказать, вещей в математике и вообще в рассуждениях вот высказывания задачи. Их надо хорошо различать и именно к задачам применять применять вот эти, вот весь этот конструктивный подход. То есть он, ну, кстати говоря, одно вот из таких тоже, ну, доказательств, если угодно, что, что вот это я все тут правильно говорю, я перевел на английский, вот это раньше не было, это маленькое вступление Калмогорова в, собственно, предисловие к переводу русскому вот этой книге Гейтинга, которую я так раз упоминаю. И, ну, вот здесь он, собственно, свою такую философскую позицию высказывает, да, мы не можем, ну, это, кстати, я с русского переводил, так что все есть на русском языке, мы не можем согласиться с интуиционистами, когда они утверждают, что математические объекты это, значит, результат там работы сознания. Для нас это абстракция реальности. Вот. И, смотрите, конструктивный аспект математики не скрывает нас другой, и даже он здесь более фундаментальный аспект, а именно вот он называет гносиологический там оригинальный перевод пистыли. Ну, то есть, он имеет в виду, насколько, по крайней мере, я это понимаю, что вот, собственно, математические утверждения, истины, да, которые он понимает, вот как, действительно, абстракции, то есть, вот эта связь с физической реальностью для него, здесь действительно, принципиальную роль играет, вот, это вот, что касается там, ну, теорем, грубо говоря, но дальше он говорит, что вот эти законы и конструкции, открытые брауэром и систематизированным гейтингом, под видом, так вот, новой интуиционистской логики, да, то есть, под видом, по-моему, ставит немножко вопрос, насколько это вообще логика, также имеет для нас большое значение, ну, поскольку, поскольку вот они описывают весь вот этот конструктивный аспект, и дальше, кстати говоря, вот если мы, да, ну, дальше, вот он говорит, мы также отвергаем формализм Гильберта, но про эту, вот если у меня сейчас минутка, еще есть чуть-чуть время, да, я вернусь, потому что он подробнее пишет в другом месте, вот там я предлагаю, может, чуть-чуть подробнее посмотреть, у него, собственно, есть одна философская статья настоящая, двадцать девятого года в журнале, в каком-то, сейчас, сейчас мы посмотрим, в журнале, я не могу сказать, но его переиздали в 2006 году, и потом даже перевели на английский, вот там действительно практически подробнее еще написано, еще ясно, что вот он, конечно, ни в какой, не был никаким тайным интуиционистом, в общем, понятно, что здесь нужно сделать немножко, ну, скидку на обстоятельства, вот если так подумать, да, это все там более-менее одновременно вот с делом Лузина, всеми этими идеологическими компаниями, поэтому, когда мы тут начинаем какие-то философские нюансы, понимая, что там вообще вопрос, что ты скажешь, мог стоить жизни просто человека, в этом смысле, это такая далеко не, но я как-то вот оценивал все эти моменты, но тем не менее, вот идея, что он был каким-то тайным интуиционистом и писал нарочно вот какие-то такие идеологически правильные вещи, мне все-таки кажется, совершенно необоснованным, тем более, что, понимаете, он-то был в этих историях, ну, грубо говоря, на стороне гонителей и о негонимых, вот в деле Лузина, например, да, то есть он не был жертвы, скорее уж, он был, ну, так сказать, с другой стороны в некотором роде, но это отдельный вопрос, который тут я не хочу особенно поднимать, но так или иначе, мне кажется, что вот более-менее он тут писал везде искренне, и я в статье привел еще там интересную вот статью Успенского Владимира Андреевича, там воспоминания у него про новосибирские какие-то лекции там 70-х, ну и, собственно, он там тоже похожие вещи, и тогда уже все-таки явно, что контекст не такой, да, что тебя там выгонят с работы или хуже за там какие-то неправильные слова идеологические, а в общем-то он говорит то же самое, вот, поэтому мне кажется, что все-таки вот несмотря на все эти оговорки, тут можно этому верить в этом смысле, вот, поэтому никаким он не был тайным интуиционистом, конечно, но его действительно вот вся вот эта конструктивная аспект что ли математики очень интересовала, и, кстати, вот посмотреть если немножко его непосредственные уже ученики, вот куда, именно по логике, да, пошли уже в 50-х годах, это, ну, грубо говоря, вот теорию рекурсивных функций, теорию алгоритмов, понимаете, то есть для него вот это вещи, так сказать, релевантные, и это для него такая, ну, отдельная область, которая совершенно ни в коем, которая с одной стороны это не какая там специальная интуиционистская математика или конструктивная математика, но это просто вот некий предмет математический, который требует вот такого рода рассуждений, в которых там надо внимательно смотреть за исключенным третьим, например, но это совершенно не значит, что мы там отказываемся от классических рассуждений вообще там философии, что мы там не готовы там теорию множества использовать и так далее, и так далее, то есть в этом смысле, там, кстати, интересно в воспоминаниях, поскольку, например, там вот с питерскими конструктивистами он в этом смысле, ну, как бы он вроде как ими сочувствовал, да, и говорил на одном языке, но при этом совершенно вот не разделял каких-то таких идеологических отношений конструктивизма, что вот надо там следовать каким-то принципам, как вот каким-то догмам, совершенно нет, вот, и, ну, просто вот подводя немножко итог, собственно, аргумент, он в чем, что действительно, хотя мы можем там для каких-то целей вот все собрать в одну кучу и назвать это там брауэр гейтинг-калмагоры в семантикой, но в общем тут семантики разные, и они действительно имеют некоторые разные последствия, так сказать, ну, сейчас я не знаю уже, насколько я успею об этом поговорить, и, в общем, по-моему, это такая, знаете, попытка вот интуиционистской школы просто создать такой свое вот это легаси, свой какой-то нарратив, просто выбрасывая за борт то, что им неинтересно, ну, опять-таки, это в каком-то смысле их право так делать, но если мы все-таки говорим об истории, то нет, мы все-таки не должны делать каких-то ложных исторических утверждений, и исторически говоря, вот эта разница была и осталась, и в отличие от Гейтинга Калмогорова не менял никак тут своих существенных мнений и точек зрения, ну, и если спрашивать вот эта вот особенная точка зрения Калмогорова, что-то она дает, вот, уже так чисто теоретически интересного, да, вот если сравнивать с точки зрения Гейтинга, ну, я тоже думаю, что да, я тоже, я вот в этом смысле привел, ну, собственно, работу Мерри, ну, во-первых, работа вот этих непосредственных учеников, понимаете, там, ну, грубо говоря, конечно, может, они могли бы и у Гейтинга учиться, но вот то, что это все-таки пошло развитие именно в сторону там теории вычислимости, допустим, да, но это вот непосредственно связано именно все-таки с подходом Калмогорова, без всяких там идей про основание математики даже, вот, и с другой стороны вот более современные вещи, вот как система Сергея Мелихова, ну, и, наконец, вот эта любопытная связь с гомотопической теории типов, ну, которой вот это различие между проблемами, между высказываниями и, так скажем, проблемами более общего вида, оно тоже как бы возникает, но уже вот даже вот независимо от каких-то того, кто-то там хочет реализовать идеи Калмогорова, оно как бы возникает там по таким, по другим причинам и, кстати, в чисто вот рамках, так сказать, конструктивной логики, то есть, грубо говоря, если вот принять такую интерпретацию, то, в общем, можно сказать, что вот это различие, чтобы его увидеть, даже не обязательно настаивать на, так сказать, сохранении классической логики для высказывания, его можно найти и, ну, я, наверное, вот это не буду пересказывать, все-таки, я, во-первых, это уже здесь пытался рассказывать, и, во-вторых, это меня все-таки сильно уведет в сторону, я думаю, что вот оставшиеся, если сколько-то минут, я хотел посмотреть вот именно на вот эту философскую статью Калмогорова, который мне показался очень интересным, ну, там основная часть этой статьи, он, собственно, пересказом занят, да, он пересказывает, грубо говоря, вот этот спор Брауэра с Гильбертом, но дальше он интересную свою, так сказать, идею туда привносит, но она не особенно подробно развита, но тем не менее, вот. в общем, он говорит так, что, собственно, ну, он не согласен ни с Брауэром, ни с Гильбертом, конечно, у него своя, так сказать, идея, но он говорит, что их общая ошибка, вот это довольно любопытно, да, что общая ошибка стоит в том, что они слишком, так сказать, натуралистически говорят о математических объектах, считая, что они, вот, так сказать, похожи на какие-то вот обычные вещи. Сейчас. Давайте я вот даже сейчас эту статью открою. Она у меня одну секунду. Вот так видно? Пока не видно ничего. Русский текст не видно, нет? А сейчас я вообще перестал шерить, что ли, да? Да. Ага, я понял. Так, 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 ага, вот. Видно, да? Да, теперь видно. Ага, ага, вот это, собственно, его статья. Вот он говорит по поводу, ну, то есть сначала он говорит да, да, ну, во-первых, между прочим, он, вот что можно было бы подумать, да, что он в отличие от Гитинга, ну, такую позицию занимает, что вообще философия там не имеет большого значения, да, вот такого, работающего математика. это кажется, но, по крайней мере, вот в этой статье он сам это отвергает. Видите, то есть он все-таки серьезно относится к философии, ну, например, потому что он говорит, а что значит вот это существует что-то в математике? То есть если мы вот серьезно философски к этому не подходим, а понятно, что это вопрос такой нечисто технический, что ли, да, ну, тогда мы просто вот, так сказать, в меру своего вкуса там что-то признаем, что-то не признаем, и это совершенно, так сказать, вот как он говорит, страдает беспринципностью, совершенно правильно, то есть в этом смысле он готов совершенно серьезно относиться вообще вот к идее философского обоснования математики, но при этом он, так сказать, он абсолютно точно не согласен с гильбертовским формализмом, и, кстати говоря, еще вот есть статья Хинчина, примерно в то же время опубликованная, но тоже с такой там вообще идеологической критикой очень резкой, но явно, что да, вот эта идея, что там какие-то математические рассуждения могут быть таким чисто формальными, что можно не думать серьезно о математическом содержании, конечно, у него такое глубокое отторжение, скажем так, вызывает, вот, но с другой, и в этом, ну, один из источников, конечно, его интереса, конструктивизму, Брауэра, и всего этого, но с другой стороны, он также, вот я говорю, вот совершенно не готов принимать вот такие радикальные, что ли, выводы, как у Брауэра, и он, интересно, говорит, что за этим лежит чрезмерно реалистическое отношение к тем, в кавычках, вещам, с которыми имеет дело математическое, а о вещах он говорит, кстати, вот, имея в виду, имея в виду Гильберта, ведь он пишет, уже самое предпочтение термина вещь термину предмет, и вот это вот меня тоже навело очень интересно, термин вещь использует Гильберт в основании геометрии, говоря, что вот рассмотрим там вещи трех сортов, точек, одни будем называть точками, то есть, вот это вот, так сказать, манифест современного формального актематического метода, вот, и он это как раз критикует, и он серьезно относится к вот этому термину предмет, Гегенштаб, видите, и он вообще-то сам существует в такой немецкой литературе в основном, я тоже стал думать, ну, то есть, ну, много по поводу предмета, там можно найти у Канта и так далее, но в неком смысле таким чемпионом вот, гегенштаб теории, да, теория предметов была примерно в те же годы, 20-е, ну, там еще 10-е, развито, может, кто-то угадает кем, кто вот был в то время, такой вопрос, кто разрабатывал теорию предметов? Ну, очевидно, майнинг. Да, 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 я вот, да, ну, вот то, что мне тоже пришло в голову, я стал смотреть майнинга, и, в общем, понимаете, то вот, ну, смотрите, я вот пытался составить некую такие дезодората, да, то есть, такую философию математики, которая бы вот понравилась Толмогор, которой у нее самой нету. Так, давайте я еще обратно все переключу. Сейчас. Вот. И, в общем, это все неплохо подходит под вот теорию майнинга. Ну, вообще, мне, кстати, кажется, что с ним, конечно, очень, ну, это я не первый такой аргумент выдвигаю, но, тем не менее, что с ним, конечно, очень несправедливо, в общем-то, поступили там в аналитической философии, стали смеяться, кто-то придумал такое выражение, уж не помню, там, вот эти майнинга, майнинговские джунгли, абсолютно неверно его интерпретируя, потому что часто говорят, что он такой чемпион антологической инфляции, что там существует все возможное, невозможное и так далее, и на самом деле это фундаментальная ошибка, поскольку, наоборот, и вот и главный аргумент в том, что вот для понятия предмета, да, ну, или объекта совершенно не нужно, чтобы этот объект существовал, и даже совершенно не нужно, чтобы вот он был непротиворечивым, то есть это вот существование, это как бы другой вопрос, и для майнинга как раз таким важным примером был, была математика, так, подождите, давайте я сейчас сюда пойду, это у меня, вот здесь, да, я, кстати, назвал это вот, так сказать, Калмагоров, ну, по образцу, как Брауэр-Хилберт контроверсии, Калмагоров-Кайтинг, понимаешь, чтобы подчеркнуть, чтобы у них действительно были разные, вот, и я постарался ну, в виде таких коротких тезисов, в чем вот такая философия математики Калмагорова, но которой, я говорю, как таковой, там, конечно, нету там отдельных замечаний, но вот что на основе этих замечаний, какие тезисы, ну, во-первых, вот он говорит, что объекты это фикции, вот это, мне кажется, очень важно, что они не существуют, математические объекты, и что действительно нету антологических обязательств, когда мы рассуждаем, и вот это, понимаете, потому что обычно говорят, ну, окей, они там толком не существуют, все равно же это какая-то антология, нет, это не антология, антология, вот это, мне кажется, очень важный момент, но тем не менее, они, так сказать, дают содержание математическим рассуждениям, ну, так же, как, я не знаю, там, содержание романов, нам тоже, оно содержание, да, несмотря на то, что оно там может быть полностью эффективно, ну, и так же, вот, конечно, надо разбираться с понятием математической истины, потому что, ну, если мы, большой вопрос, может ли что-то несуществующее, в отношении что-то несуществующее говорить там о истинных и ложных высказах, я думаю, что да, вот, по крайней мере, вот духе Калмогорова, мне кажется, что здесь просто не нужно пытаться иметь одну и ту же, если угодно может, логику, или одну и ту же теорию истины и для математики, и там, допустим, для физики, да, или там для каких-то практических рассуждений, вот, то есть совершенно не обязательно, что у нас должна быть общая теория истины, и вообще вот такая достаточно общая попытка переносить такую логику математических рассуждений вообще на все и говорить, что так же устроены любые рассуждения, или наоборот, да, говорить, что у нас есть некоторая общая логика, которая в частности применяется математике, может быть, это все-таки неверно и действительно, ну, математика – это такой довольно особый случай, что мы не можем одинаково рассуждать там о Сократе и о, не знаю, треугольниках и числах, это все-таки слишком разные, так сказать, классы вещей, объектов, предметов и все угодно, да, вот, но при этом очень важно для Калмогора, конечно, понятие вот этой математической объективности, но опять-таки оно не обязательно предполагает какое-то существование, вот, ну, дальше нам нужна какая-то теория математической абстракции, понять, как она совместима вот с реализмом, таким научным, которым, по-видимому, тоже Калмогор разделяет. Ну, естественно, все это нужно, нужно как-то понять, каким образом вот такие обычные разговоры, да, о математическом существовании, как бы их оправдать, критиковать, но так или иначе как-то объяснить, объяснить. Ну, и важно, чтобы вот эта такая двойственная природа математики тоже в рамках такой теории как-то как-то была описана, да, вот, чтобы с одной стороны есть высказывания, есть задачи, это не одно и то же, что написал, но да, что в каком-то смысле это все направлено на то, в случае Калмогорла, чтобы вот скорее неким образом оправдать, по крайней мере, лучшие практики, ну, то есть то, что уговорил Гильберш, что нас там нельзя выгнать из Кантеровского рая, я думаю, что более-менее это Калмогоров тоже разделял, да, что вот эта философия не должна опираться вот на идею, что мы должны из каких-то философских просто принципов всю математику перестраивать, а скорее нужно ну, как бы какой-то интуиции выбирать, что в математике вообще лучшее, да, это не значит, что мы не можем критиковать математику, конечно, могут быть ошибочные рассуждения, какие-то ненадежные рассуждения, но, по крайней мере, вот то, что мы по независимому от философии причины считаем, так сказать, лучшей математической практики, вот наша философия должна как-то с этим соотноситься, вот, ну и в этом плане вот действительно эта теория майнинга мне кажется любопытным таким кандидатом, но не говоря о том, что вообще они, я говорю, мало работы, вот специальных работ, которые именно теорию математических объектов у майнинга развивали, я вообще не видел, хотя не утверждаю, что их нет в природе, вот, так что это вот, мне кажется, таким любопытным направлением исследований, слушайте, ну я не все успел рассказать, но, по-моему, пора мне уже остановиться, и если тем более кто-нибудь из вас почитал уже эту статью, буду очень рад, или не читал, но в общем, буду очень рад вашим вопросам, так что пока я останавливаюсь здесь. Спасибо большое за представление, вот, слушай, Лев, мне лучше себя показать или оставить текст пока. Ну, я думаю, можно и текст оставить, в конце концов, можно же и параллельно, у меня вот показывает и экран, и тебя тоже. Так что все хорошо. Вот, у меня есть такой вопрос, вот, пока у меня не сложилось такого четкого разделения на высказывания и задачи, ну, очевидно, они связаны друг с другом и очень тесно, да, и, собственно, если бы они связаны не были, то вот это вот QHC, наверное, было бы нельзя построить. Вот, но я пока не вижу, как их четко друг от друга отделять. Вот, не мог бы ты прокомментировать, как это можно было бы сделать? Ну, проще всего говоря, да, в таком наивном виде, можно сказать, что, ну, как вот, высказывание это что-то, что бывает там истинно и ложно. Это вот такие. К задачам это неприменимо. Вот, например, у нас начало Евклида, первое предложение первой книги построить равносторонний треугольник, так? Последнее предложение там тринадцатой книги построить пять платоновых тел, да, пять правильных многогранников. Вот, и ни то, и не то, ни истины, ни ложны. Это другое, да, это задача. То есть, в этом смысле, вот, ну, в таком вот традиционном наивном плане, это, ну, в общем, такое старинное различие. Дальше есть вот линия рассуждений, которая стоит в том, что, ну, на самом деле, это как бы одно и то же, что вот это различие, оно такое лингвистическое, да, и что если задача решается, имеет решение, ну, это примерно то же самое, что доказуемо и, значит, истинно предложение, там, существует, допустим, львносторонний треугольник, в эту сторону и с другой стороны там утверждение, я не знаю, у равнобедных футболингов стороны равны, это такая, это на самом деле задача, которую надо читать, как доказать, что это равно. Вот так. То есть в таком вот наивном смысле они легко отличаются, но дальше вот большой вопрос, это отличие, оно, так сказать, фундаментальное или такое лингвистическое. Вот. Но я вот могу там показать, что времени не было, вот здесь вот довольно подробно у них как раз переписки об этом речь идет. И, ну, и, собственно, вот вся линия брауэри-гейтинга в том, чтобы их не различать, да, что это вот действительно сказать, ну, не различать ту сторону, чтобы скорее все-таки высказывания редуцировать к задачам, а не наоборот. То есть они вообще не, ну, там интересно, что на самом деле гейтинг, он начинает с этого различия, да, то есть он там в более ранних работах он вот воет различия между там П, и вот он плюсиком означает оператор, который означает доказать П, вот, и пытается как-то на этом играть, но потом он как бы от этого отказывается. Ну, и, кстати говоря, вот то, что он от этого отказывается, а Калмогоров не отказывается, опять-таки вводит вот работу Калмогорова в такой, знаете, более широкий контекст того, что делал Гёдель, например, когда интерпретировал интерпретировал интуиционистскую логику как модальную логику, как С4, допустим, да, то есть вообще вот это, то, что вот Гейтинг от этого отказался, сразу вот убило, например, эту связь там с модальными логиками, которая вот и помимо там Калмогорова и даже до сих пор там в работах, я не знаю, Артемова, например, в общем-то имеет большое значение. То есть в этом смысле все-таки это вряд ли была хорошая идея, даже вот если не философски как-то это критиковать, а вот так сказать, ну, не знаю, чисто. Вот. И там интересно, что, в общем, ну, там более такой тонкий аргумент, поскольку, в общем-то, его Гейтинг поймал на, фу, Калмогоров поймал его на ошибке просто. Ну, наверное, я сейчас не буду в это вникать, если посмотрите. Но вместо того, чтобы как-то что-то вот исправить, сохраняя вот эту модальность, Гейтинг предпочел просто, так сказать, от нее отказаться, мотивируя это вот как философски. И вот в таких историях интуиционистских, там вот у города Зудхольма тоже большая про эту статья, это такой вот великий момент в становлении написанинской логики, вот и сознание, что не нужно нам лишние вот эти сложности. Но я говорю, вот если стороны чуть-чуть посмотреть, то, в общем, это скорее выглядит как вот такой отказ от решения проблемы, чем ее решение. Ну, что, в статье он говорит, что понятие проблемы неопределимо, так же, как теория. И он говорит, я дам примеры и все. Ну, говорит, так же мы делаем там с любыми неопределимыми понятиями. Примеры у него, например, такие, он говорит, найти там тройку, как четверку чисел, что там их степень n, игр степень n, равно z в степени n, при n больше двух. это одна задача, а другая доказать, что теорема Пиферма не верна. И для него это две разные задачи. Даже вот это, конечно, такой момент, он говорит, это же, достаточно очевидно, что это разные задачи. Мне не нужно никакого интуиционизма, чтобы сказать, что вот эти задачи разные. То есть вот так на поверхности у него получается, доказать высказывание это специальный вид задачи. Но не любая задача вот так устроится. И в этом смысле, как раз я говорю, если сравнивать с этой комбинированной системой, у него действительно есть почти в явном виде вот этот оператор, который с высказыванием ассоциирует задачу, но обратного нету. который бы задачи ассоциировал высказы. Вот не знаю какие ответы. Ну да, вот у меня как раз из-за вот этих особенностей возникает путаница. Я имею в виду, что если, например, мы занимаем интуиционистскую позицию и отказываемся уже от классической математики, то у нас получается вот такая вот штука. В обычной классической математике есть доказательство существования, когда объект не строится. Мы просто доказываем, что он существует, но мы фактически его не строим. И интуиционисты, они, в общем-то, против таких доказательств выступают. Для них нужно обязательно построение объекта. Только тогда доказательство будет представлено. вот, когда мы вот эту классическую математику отодвигаем, то у нас все сваливается в задачи, получается. И, в общем-то, интуиционизм работает вполне себе понятным, нормальным образом, и тогда действительно все высказывания и все задачи это одно и то же. Вот, а когда мы не отказываемся от классической вот этой части, тогда у нас возникает различие, как мне кажется, ну, по крайней мере, пока в данный момент. Оно, если обратиться, вот ты упоминал сегодня уже Евклида, да, его задачу по построению равностороннего треугольника. Я сегодня тоже еще до нашего обсуждения как бы думал об этом, потому что у тебя в статье упоминается этот пример. И понятное дело, как мы можем построить на отрезке, например, на отрезке прямой построить равносторонний треугольник, но потом вот в какой-то момент я подумал, откуда мы действительно знаем, что это равносторонний треугольник, ведь тут же надо как бы приложить еще какие-то дополнительные когнитивные ресурсы для того, чтобы понять, что мы циркулем там именно радиус отложили окружности, да, потом эти окружности должны пересечься и мы соединяем соответственно точки, и тогда у нас получается именно равносторонний треугольник, то есть надо отдельно подумать, да, то есть дать как бы отдельное доказательство для того, что этот объект действительно является тем, который удовлетворяет задачи на построение. вот. Нет, ну смотри, ну вот это все-таки отдельная тема, которую здесь не рассматривается, ну, во-первых, это действительно указывает на то, что вот построение и доказательство как бы связаны, то есть когда мы говорим вот проблемы и теоремы и эвклиды, это не значит, что у нас там есть какая-то отдельная теория проблемы, отдельная теория теорема, да, там общая дедуктивная все-таки связь. И, грубо говоря, в проблемах, вот как ты точно сказал, тоже у нас есть там свое доказательство, а в теоремах есть свое построение, которое называют вот там дополнительное, да, то есть это вот, ну, то есть здесь это действительно очень любопытная штука, но, по крайней мере, на поверхности, вот, то, что вот ты сейчас сказал, это действительно связано с вот этой темой Крайзина, как-то Second Close, по-моему, так они обычно называют, по поводу которой был огромный там спор. Ну, вот, допустим, там, Мартин Лев, вот эти все люди, они как бы настаивали, что как-то они говорили, ну, в общем, идея в том, что вот если есть доказательства там или в каком-то таком широком смысле как свидетельство, да, это не обязательно в цепочках каких-то рассуждений, это может быть, я не знаю, объект, как-то мне говорили, ну, что-то типа там to recognize a proof it's sufficient to see one, ну, понимаешь, ну, то есть идея в том, что вот тут не должно быть регистр, что если что-то доказательство, да, то оно должно не просто быть в каком-то там хитром теоретическом смысле, оно должно вот предъявлять себя, если оно это не делает, то это не доказательство, ну, или плохое доказательство, а если оно предъявляет себя, то нам и не надо вот уйти вот по второму кругу, ну, а другой аргумент действительно, что вот что вот надо и можно тут сослаться действительно на Евклида, что он по факту делает, ну. Ну да, но Евклида ведь это вот именно, что это не высказывание, да, это именно задача поставлена построить, да, то есть мы не доказываем, а потом не доказываем, что это действительно доказательство, а мы строим объект, а потом должны как бы вот, чтобы он явил себя для нас как некое доказательство. Да, потом должны добавить доказательство, что это именно тот объект, про который мы как бы говорим, что мы его строим, ну да, ну да, нет, ну, я говорю, но тут как бы вот есть две темы, да, есть с одной стороны тема вот этого развлечения действительно проблемы теоремы, и тут что можно сказать, ну, что действительно проблема не с проблеме тоже нужно свое доказательство, да, то есть как просто в проблеме мы считаем, что вот это доказательство как бы вспомогательную роль играет, а в теореме мы считаем, что построение вспомогательную роль играет, Но это, так сказать, в таком смысле вопрос акцента, что мы считаем вспомогательным, что мы считаем основным. В общем, там, так сказать, нужно и то, и другое в обоих этих случаях. Ну, и с другой стороны, вообще, вот эта тема повторного возвращения, ну, это такой философский смысл и спор, в чем ее роль, нужно ли это избегать или, наоборот, приветствовать и оправдывать. Да, ну, вот еще эта же самая трудность у меня возникает из-за того, что, в общем-то, любую теорему, если мы ее, да, мы говорим, что теорема – это высказывание, соответственно, сказать, что теорема истина, мы можем, когда мы построили для нее доказательства. Это интуиционистский, да. Ну, да. А если не интуиционистский, то как это тогда получается? Ну, если не интуиционистский, то мы можем думать о предложениях, ну, в таком вот фреггерском духе, что оно истинно или ложно, независимо от того, что мы там по этому поводу доказали или не доказали, знаем или не знаем. Ну, как-то может быть так, я не знаю. Хотя, конечно, опять-таки вопрос, насколько, ну, то есть такие примеры более убедительные, когда мы говорим не о математике, а о чем-то, так сказать, в таком-то мире, да, вокруг там. Волга впадает в Каспийское море, или там на Марсе есть жизнь или нет жизни, совершенно независимо от наших знаний и доказательств по этому поводу. Ну, как-то вот так, я думаю. Ладно, хорошо, спасибо. Так, может быть, у кого-то еще есть вопросы? Да, у меня есть. У меня есть один вопрос и одна ассоциация. Давай. Я начну с ассоциации. Вот, ну, я, поскольку не сильно-сильно именно в философии и математике, я пытаюсь как-то в более широком контексте все это понять. И вот, если в более широком контексте это все понимать, вот, если у нас есть какая-то программа, ой, господи, проблема, ну, там, та же философская проблема, да, и мы хотим ее решить. Допустим, нам нужно какое-то объяснение. Ну, вот, скажем, философская проблема, значит, проблема сознания тела, да. Ну, она так вот называется. Называется она так, потому что у нас нет объяснения того, как, значит, получается сознание и как оно соотносится с телом. Вот, когда мы ищем объяснение, то мы можем для того, чтобы нам как-то было проще искать, мы можем пойти обратным путем. Мы можем подумать о том, как оно могло бы выглядеть, чтобы нас устроить, чтобы быть действительно тем объяснением, которое мы хотим получить, чтобы объяснять именно, чтобы решать именно ту проблему, которую мы хотим решить. И тогда, когда мы находим уже потом какое-то объяснение, мы можем действительно проверять, соответствует ли оно этим критериям. Ну, и это вроде как показывает, что действительно есть какая-то самостоятельная задача, потому чтобы отдельно от того, как мы строим наше рассуждение, объяснение, доказательство, что угодно, отдельно еще и понимать, каким оно должно быть, чтобы решать именно ту проблему, ради которой мы его строим. Это ассоциация. А вопрос про термин предмет. Вот я, к сожалению, в немецком языке вообще ничего не знаю, и мне бы хотелось, да и Майнонга я тоже не читала, и мне бы хотелось как-то лучше понять, в каком контексте этот термин надо видеть, так скажем. То есть я поняла, что это не контекст антологии, да, с другой стороны, если вот, ну как тут прозвучало, что Калмогоров вовсе не полностью и всегда разделял те философские посылки, которые, значит, мы видим у интуиционистов, и получается, что это может быть и не такой контекст, когда объект или вещь, как бы не называя, понимается так, как мы его можем видеть, исходя из наших операций. То есть там объект – это то, что мы строим так-то, доказательство тоже мы строим так-то, вот. А если предмет – это нечто отличное и от объекта в антологическом смысле, и от вещи в смысле построения и операций, то что бы это могло быть? Может быть, какой-то эпистемический смысл там или какой-то еще? Ну, смотри, ну давай я на второй. Ну да, вот сам Майнонг, собственно, он в сторону еще психологии думал, какую-то лабораторию, да, то есть вот объект – это, ну вот, как раз некий продукт там сознания, воображения, того, что вот мы себе представляем. Но в таких вот контекстах там, как математика, конечно, это играет вот эпистемическую роль, да, то есть это то, чему мы приписываем всякие свойства и так далее. Ну, и идея, наверное, о том, что действительно, ну, в каком-то смысле это не зависит, то есть может быть, вот, я не знаю, там, реальный стол, да, может быть, выдуманный стол там в романе или в какой-нибудь там виртуальной реальности. И, ну, в каком-то плане это не важно, да, в каком-то плане это важно, а в каком-то неважно, поскольку это мы вот просто, ну, не просто, но вот себе такой вот напредставляли, наконструировали, ну, вот как-то так. Понимаешь? Там еще, знаете, какой-то любопытный момент, вот, когда он Брауэра упрекает в том, что у него вот как-то такой слишком, ну, с Гильбертом понятно, и там он конкретно говорит, да, что у него какой-то вот, он говорит, неправильно думать о математических вот предметах, как вот о вещах реального мира. Это просто ошибка. Но когда он что-то подобное Брауэра предъявляет, это вот кажется странным, да, потому что у Брауэра там тоже такая идея, что вся математика, она вообще вот в голове, грубо говоря, и плохо коммуницируется другим людям, и вообще это вопрос коммуникации второстепенный и так далее, и так далее. Но я потом подумал, я посмотрел, что вот именно такие философские публикации, они первые на немецком вышли там вот чуть ли не в том же, ну, в общем, где-то близко к этому времени. То есть вполне возможно, что когда Калмогоров это писал, он, ну, так сказать, из вторых рук вот эту философию Брауэра, то есть он ее сам скорее реконструировал по его примерам, можно так сказать, потому что он на немецком публиковал как раз такие статьи, ну, более математические, но он и публиковал, и вообще совершенно без всякого интуиционизма статьи, понятно, которые, собственно, его сделали, да, его имя математики. В первую очередь, но и статьи вот с этим, так сказать, с этими примерами такими, которые там, ну, вроде, ну, как бы вот показывает такие сложности с исключенным третьим в математике. Ну, и да, и тоже вот на основе этих примеров просто он считает, что, ну, вот идея, что вот это вот мы конструируем, да, что она тоже наивная, такая же наивная, что вот конструирование, это прям как вот там молотком с гвоздями мы вот какую-то штуку делаем, ну, что это слишком наивное, так сказать, понимание того, что такой математический предмет. Я думаю, что, по крайней мере, это интересное заображение, да, вот он его особенно не развивает, но я думаю, что это интересно. То есть вот эта теория объекта, еще раз, это относится, ну, для Канта это важное тоже понятие объект, да, вот можно с такой кантианской стороны зайти. Ну, вот в случае майнонга это действительно, ну, можно сказать, тоже он там наследует Канта в каком-то смысле, но больше в сторону вот эмпирической психологии, то есть это вот вопрос того, как мы мысленно какие-то предметы конструируем и как с ними оперируем. Вот в эту сторону. И, собственно, ну, вот тезис майнонга о том, что для этого им совершенно не обязательно существовать, то есть они могут соответствовать реальным предметам, могут и нет, могут быть воображаемыми и могут быть даже невозможными. Ну, вот, ну, какой-нибудь там квадратный круг все-таки представить себе не очень понятно как, а вот у Евклида же есть как раз примеры, ну, как бы невозможных конструкций, да, вот у него есть, например, теорема, что два, две окружности не могут пересекаться больше, чем в двух точках. Ну, он там начинает говорить, давайте представим, что пусть они в четырех, вот такие у нас как бы как огурцы, как эллипсы, круги, ну, пусть, ну, и дальше вот он из этого получает формальное противоречие, но так или иначе он работает с невозможной конструкцией и потом только показывает, что она невозможна, так сказать, более, и таких много, это не единственный пример. И вот как раз такая теория, вот как у Майлинга, она это поддерживает, ну, то есть, говорит, хорошо, вот мы можем себе штуку вообразить, даже если она вот невозможна и только потом обнаружит, что она на самом деле противоречива, но это не отменяет того, что мы его вот как объект неким образом уже сконструировали. Ну, а вот получается, что с точки зрения интуиционизма такие штуки, ну, как-то они недоступны, ничего с ними нельзя делать. Нет. Ну, скажем, вот тема, о которой я не говорил, но, по-моему, я, кстати, на прошлом докладе говорил, да, вообще большая тема вот с отрицанием, с противоречивостью, потому что обычное понимание отрицания, ну, которое и сегодня принято, это когда мы говорим, что из, ну, не А, это когда из А следует противоречие. Но здесь мы, как бы сказать, тоже говорим о таком неявном существовании, то есть, мы говорим об этом следовании, не имея его в виду конкретный вывод, мы говорим, что существует, то есть, мы говорим как бы таким, как бы неконструктивным способом о противоре. То есть, если быть, и это вот во второй статье, во второй половине статьи Калмагорова, таким более последовательным конструктивистом, надо вообще пытаться строить логику без отрицания. Ну, и там есть тоже своя интересная история про людей, которые пытались делать. Вот, и это связано, конечно, вот с вопросом про эти невозможные объекты. Да, что, подожди, в чем вопрос, извиня, я... А, ну, вопрос про невозможные объекты был, ну, вот, чтобы понять, каким образом отношение Калмагорова к ним отличается от отношения вот интуиционистов. Он не писал про невозможные объекты конкретно, по-моему, у него нет, это я уже, так сказать, додумал. Да, понятно. Но у него, например, он говорит, вот, нахождение, как множество степень, да, множество подмножеств, он это называет конструктивным принципом. И это, конечно, идет в разрез с тем, что называют там конструктивными принципами, ну, обычно, даже сегодня конструктивной математикой, да. То есть, видите, он очень широко... То есть, вот, Калмагоров, он не пытается здесь поставить каких-то рамок, что вот это вот как бы конструктивно или там кошерно, это не кошерно, понимаете. Он вообще вот в таком, мне кажется, стиле совершенно не рассуждают. Вот. И для него просто вот эта вот конструктивность, но это вот некоторая тоже такая сфера математики, ну, она такое общее значение имеет, поскольку действительно, вот, допустим, с любым высказыванием связана задача доказать это высказывание. Но у него там есть цитата, что, говорит, ну, все это интересно, но, говорит, я вообще не понимаю, я вообще не вижу, что вот эти примеры Брауэра чем-то угрожают там классической логике. Почему? Потому что, ну, как он говорит, ну, они как бы такие изолированные, что ли, по крайней мере, вот он их так воспринимает, Калмагоров, да. То есть он совершенно не... Вот эта идея про какую-то интуиционистскую математику, вот, мне кажется, для него совершенно дикая. Ну, то есть он ее не критикует, но и нигде не использует. Он там говорит интуиционизм, интуиционистская точка зрения, но вот что вообще какая-то интуиционистская математика, может быть, мне кажется, для него это просто абсурд. Хотя, еще раз говорю, он ничего не говорит, это на моей совести. Потому что первое, ты сказал, я, честно говоря, не очень. Ну, насколько эту там теорию проблем можно применять за пределами математики и особенно философии, все-таки вопрос довольно такой, понимаете? Ну, там для него важно, что вот проблема – это такая штука, которая не обязательна, но которая либо имеет решение, и когда имеет решение, то мы все-таки умеем это решение узнавать, либо она доказуемо не имеет решение, да, либо ни то, ни другое. Вот это важно, да, в этом смысле мы не можем сказать, либо имеет решение, либо доказуемо не решаем. Нет, здесь вот такого нет исключенного. То есть в математике не бывает таких ситуаций, когда мы сначала знаем, каким должно быть решение проблемы, не имея самого решения. И только потом, получая решение, мы убеждаемся. Ну, ты имеешь в виду что, что у нас есть какая-то предварительная гипотеза, или что? Я вот не очень понимаю. Нет, какие-то характеристики, я не знаю, структурные, может быть, или как. Нет, ну, может быть, конечно, но это значит, что у нас нет решения, так, строго говоря, нет решения. Да, есть некие идеи о том, как оно могло бы быть, могло бы выглядеть, да, но нет, ну, собственно, решения. Такое, конечно, может быть. Ну, нет, ну, это может быть. Но это немножко, наверное, за пределами анализа того, кто Калмогоров предлагает, да, поскольку решение, оно либо есть, либо его нет. Получается, что в самом решении задачи вот эти соображения как бы не играют роли. Когда мы получаем решение, мы уже все равно всегда знаем в математике, что это именно то решение, которое нам нужно. То есть, что оно решение именно этой задачи. Ну, во-первых, смотри, когда ты говоришь, что то, которое нужно, это, значит, одна задача может иметь много решений. Да, конечно. Но имеется в виду под решениями разные, ну, как бы пути, ну, как разные доказательства одной теории, да. Но, тем не менее, решение, ну, допустим, вот найти четверку чисел натуральных, которые... Ну, понятно, да. Вот либо ты нашла, либо не нашла. При этом ты можешь находить разные четверки, вообще говоря, да, один там. Ты нашла одну четверку, я нашел другую. Вот, это... Ну, хорошо. А если задача построена, поставлена в каких-то таких терминах, которые либо могут оказаться неполностью определенными, либо определение их может быть таким, что, ну, там, где-то образуются разночтения. И вот человек, допустим, ну, вот как в книжке Лакатаса, значит, пример с многоугольниками. То есть человек строит какой-то многоугольник, который с его точки зрения является многоугольником и при этом нарушает, на нем не выполняется вот эта вот формула или... Ну, я понимаю. Ну, смотри, ну, просто, конечно, в математике все это есть, да, есть там хорошо поставленные. Ну, вот я не знаю, там, гипотеза Риммана – это хорошо поставленная проблема. Это все есть, но все-таки в отличие от философии, наверное, в математике есть примеры, по крайней мере, хорошо поставленных задач и решений, да, примеры плохо поставленных, конечно. И пока мы действительно задачу не решили, но здесь еще важно, что решение может состоять в том, что решений нет, да, здесь немножко какая-то двусмысливая слово «решение». Но вот если мы ее пока не решили ни в одном, ни в другом смысле, а это такая достаточно общая ситуация, то мы даже, собственно, и не знаем, хорошо она поставлена или нет. Да, то есть всегда есть опция сказать. Ну, это также, мне кажется, и в классическом математике, то есть мы когда говорим, что вот любое высказывание, оно либо истинно, либо ложно, да, мы должны как бы иметь в виду, что оно вот правильно сформулировано, потому что, практически говоря, есть всегда опция, ну, сказать, что это просто невысказывание. Ну, да, да, я имею в виду вот что. Если, значит, какое-то вот высказывание, да, и у нас есть задача не подтвердить его, а опровергнуть. То есть контрпример какой-то найти, построить, и вот мы строим, а нам говорят, нет, это вообще не контрпример, потому что вот вы интерпретировали термины в этом высказывании так-то, а на самом деле они должны означать нечто более узкое. Ну, Ань, ну, это вот то, что ты описываешь, это для математики, для философии типично, а для математики все-таки нетипично, понимаешь, потому что я тебе говорю, то есть это случается, да, и там можно уточнять понятия и так далее, но, тем не менее, это вот не основная ситуация. Вот если кто-то, я не знаю, там, привел контрпример, он все-таки контрпример, и нельзя всегда сказать, ну, знаешь, я другое имел в виду, это твой... Ну, то же, то, что вот описывает Лак, это же, это, как бы сказать, такая любопытная динамика, но, понимаешь, мне кажется, это не должно скрывать каких-то более таких фундаментальных вещей про математику все-таки, понимаешь, ну, от того, что возможны все вот эти исключения, все, что вот она об этом там пишет, но из этого не следует, что вот можно, ну, как вообще вот эта вот формула Эйлера, что она не существует, что она бессмысленна, что ее всегда можно вот заболтать каким-то любым контрпримером, но нет. Да не, я не об этом, я, собственно, это я к тому, что, в принципе, вот эта вот обратная задача проверки того, что, ну, какое-то построение там, какой-то способ действий действительно решает ту задачу, ради которой он предлагается, она, ну, хотя бы в каком-то широком контексте существует и в математике тоже. Нет, понятно, что она не основная, да. Нет, конечно, вот сама-то идея, ну, даже вот вся тема там проверки и доказательств, да, она вот про это и есть. И философски тут действительно вот интересная, ну, развилка, что ли, которая стоит в том, с одной стороны, вот такая точка зрения, что доказательство, собственно, не нуждается в какой-то проверке, потому что если оно нуждается, оно и не доказательство. Ну, а другая точка зрения в каком-то смысле более такая приближенная к практике, что все-таки проверять надо. И вот как это, так сказать, чисто философски, ну, мне кажется, это интересный на самом деле такой вот спор. Ну, потому что понятно, что здесь легко такой бесконечный регресс устроить, сказать, что если надо проверять, а, значит, вашу проверку надо еще раз проверять и так далее, и так далее. И понятно, что вот именно желание, так сказать, остановить этот такой регресс в зародыше вот приводит к той точке зрения, что проверять не надо. Ну, не знаю. В общем, вот это интересная тема, и она действительно, ну, практически важная там в смысле всяких компьютерных проверок, конечно. Я думаю, что надо проверять. Вот. Так, ну, вот у меня есть связанная, связанная ассоциация тоже. Ну, во-первых, я еще про Лакатоса, я все-таки так его произношу, скажу пару слов. Мне кажется, вот у него-то основной замысел в этой книжке про доказательства и опровержения это как бы реконструкция историй развития взглядов на теорему Эйлера, да, в виде диалога, который реализуется вот здесь и сейчас, как бы, да. То есть они там, они, вот этот профессор, он со своими студентами рассматривает те реальные попытки, которые действительно в истории математики имели место. И, в общем, в итоге попытка, которую Лакатос осуществляет, это показать, что в ходе истории, несмотря на все вот эти вот неудавшиеся попытки доказательства теоремы Эйлера, мы пришли к ситуации, когда понятия там ребра и вот все остальные, связанные с этой теоремой понятия, они были уточнены, да, и как-то закрепились в, если хотите, опять же, математической практике, вот, раз уже действительно это такое модное направление. Ну, в общем, хорошее. Ассоциация у меня еще вот следующая. Когда я смотрел статью, и вот где майнинг встречается, мне как-то, да, и вот в контексте еще задач, решений, в этом контексте у меня как-то сам собой всплыл тоже гейтинг. Гейтинг, а именно его книжка «Интуиционизм в видении», которая опубликована вот в 56-м году, да, как раз, и что мне гораздо больше показалось здесь интересным, русский перевод этой книжки опубликован в 65-м году под редакцией и с комментариями Маркова-младшего. Вот, и что, значит, Марков там интересного сделал, да, эта книжка, она тоже в виде диалога построена, там есть и «Интуиционист», есть и «Свторонний классической математики». Вот, а Марков еще туда вставил как раз фразы, которые с его точки зрения мог бы говорить конструктивист, собственно говоря. Кстати, надо перечитать, я давно читал. Да, вот, и именно это, мне кажется, очень интересно в этом переводе, то есть как бы так-то, по идее, можно было бы и самого гейтинга читать, но тут вот еще как раз комментарий от конструктивиста. И один из комментариев, который, собственно, вот у меня всплыл в ходе обсуждения майнинга, следующий, где-то в самом начале они обсуждают вот такое вот определение, значит, там дается определение натурального числа некоторого, значит, определение такое, вот я сейчас прямо из перевода зачитаю, «l есть наибольшее простое число, такое, что l-2 также простое, если же такого числа не существует, то l равно единице». И дальше вот они обсуждают этот вопрос, и, собственно говоря, фраза, которая мне показалась интересной, она как раз говорится конструктивистом, то есть это, по сути, Марков, собственно, говорит, и это такая вставка в этот текст. Вот конструктивист вот что говорит, «Моя точка зрения на формулировку второго определения чуть-чуть отличается от точки зрения господина интуициониста. По-моему, вовсе не для всякого определения должен обязательно иметься объект, подпадающий под это определение». Вот это говорит конструктивист, что мне показалось интересным. Но дальше он поясняет это, конечно, говорит, иногда построение такого объекта может составлять проблему, вот прямо в таких терминах, да, как бы. И пока эта проблема не будет решена, мы не вправе будем утверждать, что такой объект существует. Именно такой проблемный характер имеет определение 2 для числа L. В настоящее время не указано, то есть не построено число L, характеризуемое этим определением. Указано оно будет лишь тогда, когда будет решена проблема близнецов. И лишь тогда мы вправе будем сказать, что число L существует. И потом он продолжает это на более широком контексте, там он в частности говорит, что касается до вечности математических истин, то полагаю, что этот вопрос не только метафизический, но и праздный. А существование в математике – это потенциальная осуществимость построения. Вот что конструктивист говорит по этому поводу, как бы в пику интуиционистов получается. Вот такая вот у меня ассоциация возникла еще в связи с майнингом. Но вот мне кажется, что опять-таки Калмогоров в каком-то другом ключе думал. Даже, слушайте, я немножко это даже запамятовал, вот из этих воспоминаний. Там выходили даже два тома воспоминаний учеников. Вот редакции как раз Ширяева, собственно, который является хозяином архива на нынешний момент. И там вот чуть ли не с Марковым какой-то описан эпизод, но я боюсь, по-моему, с Марковым, где они там чуть не ссорились, чуть не дрались. Потому что Марков вот очень настаивный. Вот этих объектов. То есть он такой все-таки был. У него там своя точка зрения, да, отличная, допустим, гейтинга. Но вот для него это действительно такие какие-то принципы. Но для Калмогорова я думаю, что нет. Что он гораздо в этом смысле шире смотрел на вещи. И вот он вообще в этой конструктивной стороне не думал как о том, что вообще определяет там основание всей математики вообще. Но при этом вот он тоже задал вопрос, а что такое вот эти математические объекты. И как вот в этой статье 29-го года пишется, что вообще вот, собственно, что значит, что они существуют, что значит вот это математическое существование, да. То есть он задавал тот же вопрос, что, сейчас, как его звали, кто написал книжку по-немецки про математическое обоснование, о существовании, ну, сейчас вылетел, неважно, математишная эксистенция. Ну, то есть для него вот совершенно вот эта конструктивистская трактовка существования, она, в общем, такая же в каком смысле наивная, как и такая, плантоническая, что ли, да. То есть... То есть вот он считает, что действительно нужна какая-то теория про математические объекты хорошая, да. И вот отсутствие такой теории как раз приводит там ко всяким парадоксам, например, теория множества и прочее. И в этом отношении действительно формализм или даже такой платонизм какой-то, да, там, теоретика множественная, он ничуть не лучше и не хуже, чем вот этот конструктивизм, который тоже вот это существование как-то, так сказать, трактует в каких-то таких наивных терминах, хотя и в других. Ну, вот как-то так я понимаю, что он хотел сказать. Но, конечно, конечно... Ну, конечно, его можно было бы спросить, ну, а где твоя теория? Вот давай. И, в общем, у него, конечно, ее не было. Кумагора. Не было, конечно, в каком-то серьезно разработанном виде. Ну, да. И в статье-то, кстати, ведь у тебя встречается такое вот как раз, по-моему, в разделе, где Калмогоров описывает спор Гильберта и Брауэра, да, и где он критикует Гильберта за вот его там наивность вот эту. Что тоже, кстати, очень интересно, мне показалось, и вот эта вторая ассоциация, на которую я как раз хотел сказать, она вот состоит в том, что, да, вот у Гильберта, конечно, там с его аксиоматическим методом и в контексте, точнее, его аксиоматического метода получается так, что что такое, каков критерий существования, да, математических объектов, собственно, это возможность непротиворечиво о них рассуждать. Вот если наша теория непротиворечива, и, собственно, поэтому, тогда, значит, объекты и существуют. И это одна из задач, поэтому у Гильберта доказать непротиворечивость математики. То есть мы прям покажем, что действительно эти объекты есть, да, причем они есть вот по какому-то, по аналогии с как раз вещами, да, вот то, что у тебя тут вот упоминается. Да, и при этом вот в статье ты пишешь, что вот с точки зрения Калмогорова ситуация другая, то есть для него сначала должна существовать модель, и только тогда, вот это вот буквально вот сейчас скажу, на 16-й странице вот у тебя написано так, с точки зрения Калмогорова, существование модели данной эксиматической теории не только влечет за собой относительную непротиворечивость для этой теории, но также и позволяет, ну, как бы придать ей некоторый смысл, да, make sense. Нет, ну, конечно, ну, в этом смысле Калмогоров, мне кажется, не особенно оригинал, Фреге тоже самое настаивал, да, там, вот в переписке с Гильбертом, то есть в этом смысле его точка зрения такая более традиционная, что ли, чем Гильберт, это Гильберт там вообще сказал, что аксиомам не обязательно быть истинными, или если хочу, они истинные, это, в общем, такая особенная, скажем, точка зрения, которую Калмогоров не принимал совершенно, ну, так же, как, в общем, я говорю, не только Фреге, но, наверное, многие другие тоже. Да, и вот как раз в связи с этим еще такой нюанс, вот некоторое время назад, там, где-то полгода, наверное, я как раз про Гильберта довольно много читал, и вот интересовался вопросом существования у него, и обратил внимание на то, что это довольно, на самом деле, общее место, вот, хотя о нем как-то редко вспоминают, что Гильбертовские какие-то критерии существования, в общем-то, проваливаются, да, и не только там из-за теории Гёделя, например, а проваливаются, например, в случае, когда мы просто с более выразительными какими-то формализмами работаем, ну, в частности, я обнаружил очень серьезные рассуждения на этот счет у Стюарта Шапиро в его книжке Foundations Without Foundationalism, там, где он о второпорядковой логике и более высоких порядках рассуждает, там получается, что существуют такие формальные теории, которые синтаксически непротиворечивы, то есть с точки зрения Гильберта у них должна существовать модель, но при этом модели у них нет. Вот что интересно оказалось. Ну, честно говоря, я не особо это понимаю. А почему? Я вроде читал тоже эту книжку. Но это вот, если так на скидке, по-моему, в четвертой голове как раз вот эти вопросы ставятся, и я могу уточнить и посмотреть это. Нет, ну, тут можно сказать, что мы вообще непротиворечивость действительно там не умеем особо доказывать, в каком-то смысле там. Все равно предмет веры, да, начиная с арифметики. Ну, хотя это тоже... Надо же различать просто еще противоречивость вот именно синтаксическую, как невозможность вывести формулу и ее отрицание, и семантическую противоречивость. А что, значит, нет, для меня это все-таки синтаксическое понятие. Ну, как синтаксическое, конечно, здесь, да, формулу отрицания мы уже должны это интерпретировать вот именно как отрицание, да, то есть какая-то нам семантика, это не просто... Какая-то семантика нам тут нужна. А как это может быть, что если что-то, допустим, не противоречиво, и почему у нас нет... Ну, там же у нас для всякой теории будет... Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, тут не может быть по теореме о полноте первопорядковой логике. Так, второпорядка это уже не полный. Что он тут делает? второпорядка там уже нет полноты. Ну, то есть все, что выше первопорядка с равенством, там уже полноты нет. Ну, да. Ну, может быть, хотя, честно говоря, это немножко, да, я не особо понимаю пока, надо посмотреть. Интересно. Чтобы у нас было пустые, доказуемые, не было моделей, при этом было бы непротиворечиво. Ну, окей, интересно, я посмотрю, пока я это не особо понимаю. Да, тут может возникать еще путаница как раз в том, что есть понятие противоречия, непротиворечия, есть еще понятие вот soundness, да, как некая корректность, если так можно выразиться. То есть, если вот мы называем некоторые исчисления корректным, да, sound, если оно как раз вот хорошо схватывает нашу неформальную теорию. Ну, корректность, это значит, что все, что у нас в семантике, сейчас, это все, что у нас выводимо в синтезисе, да, оно также там истина в семантике в этой стуре. Ну, понятно, что да, там любая семантика должна быть корректной, если не корректной, то не обязательно полна, но корректной, иначе это вообще не семантика. Нет, ну, мне кажется, вот Калмогоров так же, как вот и Хинчина, они вообще, для них все-таки какая-то все дикость, вот сказать, допустим, что есть там что-то непротиворечивое, а значит, там какие-то модели, вот именно что в обратную сторону, для них вот фундаментально это понятие математического объекта, что бы то ни было, да, хоть там это множество или, я не знаю, какие-то пространства, да что угодно, для них вот это фундаментально, а не вот этот логический формализм совершенно, при том, что у него же вот ранние работы, у Калмогорова первые, они как раз по теории множества, вот то, что, так сказать, вместе с Лузиным он делал по такой, как мы сейчас говорим, описательной, дескриптивной теории множества, вот, и понятно, что вот это для него, ну, какой-то такой вот новый предмет важный, да, и, конечно, вот важно там избавиться от противоречий, но вот идея, чтобы сказать, что все это какой-то вообще так сказать фейк, нет, ну, то есть фейк в том смысле, как вся математика, вот эта фикция с его точки зрения, да, то есть вот объекты фиктивные, они не существуют, но это не значит, что, так сказать, там нет объективности, что нету строгости, ну, и что это нельзя, так сказать, использовать в науке. Ну, то есть, я говорю, конечно, вот у него есть интерес явного, большой, к конструктивизму, но он вот не готов это принимать как какие-то, так сказать, убеждения философские, что ли, совершенно, ну, и, по-видимому, я говорю, что он все-таки именно знакомился с чисто философскими работами Брауэра позже, вот, а сначала он читал вот его такие математические статьи, и они такие, ну, действительно, они, любопытные, они так очень хорошо написаны, я вот сам их прочитал недавно, как такие загадки, что ли, вот как, ну, в духе вот этого примера, который ты только что приводил, там, они, в общем, такие более сложные, на самом деле, но тоже очень-таки любопытные, вот что с ними делать. Отлично, так, может быть, еще у кого-то есть вопросы или соображения? Соображение в отношении эффективности, мне кажется, тема интересная. Мне кажется, Майнанга нельзя называть психологом, психологи на самом деле никогда не конструируют абсолютно фиктивный объект. Психологи как-то не привязаны к хомос-каленсу и к реальному миру, а Майнанг, он настоящий рыцарь, и для него главное, чтобы не было самопротиворечивости. Хотя Рассел утверждал, что он противоречив, но Рассел построил свою грамматику примерно в том же стиле, что и Куайны, и многие другие, он существование связывал с реальным миром. А Майнанг, он как бы оторван в своем конструировании в достаточной степени. Он никакой не психолог, и он скорее, это так, скажем, по духу совсем-совсем конструктивист, конструктивист в крайней степени, я бы так сказал. И он, прежде всего, болеет за то, чтобы его конструкции были не самопротиворечивы. Вот смотрите, Дмитрий, я вот просто читаю, он основал психологический институт в 894 году и стал его директором. И вот то, что стало школой в Граце экспериментальной психологии. И, так сказать, у него были аспиранты, которые вот именно по психологии. Вот одним из его аспирантов был Кристиан Эренфельс, который придумал вот то, что стали называть гештальт теории, гештальт психологии. Он учил, вот он был аспирантом Майнука. То есть, ну как, в этих вот книжках его толстых там действительно особо нету. Ну, хотя как, у него же называется вот первая книжка, большая, да, называется «Исследование по теории объекта и психологии». Онтерзухин, Герстан, теории, онтикулези. 904 год. Вот я, думал, что вот именно эта книжка могла Калмагорову попадаться, поскольку он именно по-немецки, ну, немецким также владел, вот как русским примерно. И вот она вполне могла ему попасться. Вот так что почему же не было я не думаю, что здесь есть какое-то противоречие. человек занимается экспериментальной психологией, он может одновременно заниматься и парапсихологией, и уфологией, и так далее. Нет, у него это в одной книге, и вот он сам эту свою теорию объектов описывает как психологическую теорию. То есть он как раз в отличие от Гусевеля, например, он не особенно настаивает, что точная наука, что такое философия, его как-то все это не особенно. У него вообще идея, что его теория объектов это не просто какая-то частная теория, это какая-то фундаментальная великая теория, частью которой должна стать вся математика вообще. Но при этом она имеет вот какой-то такой, так сказать, психологический аспект, причем экспериментально психологический. Это же общая болезнь, общая болезнь конца 19 века, психологизм. Я общую болезнь, то есть я бы так не характерировал, но да, многие интересовались в него но это так сказать ваша оценка что болезнь я не считаю что это болезнь. Ну как психологи особенно экспериментальные привязаны все-таки к нашему грешному миру и к хомо сапиенсу в стиле мышления майнинга я этой привязанности ну я не так много его конечно читал не обнаружил вот я сейчас википей причал что это гильберт райл который так сказать придумал из него сделать какого-то эксцентрика и вот эти джунгли там и прочее в общем конечно интересно также было бы конечно изучить отношения Бертрана Рассела Рассел увлекался сначала майнингом а потом когда свою грамматику соорудил обнаружил его противоречия ну вот там у меня ссылка есть на одного австралийского автора который вообще всю жизнь посвятил такой вот реабилитации майнинга сейчас я открою сейчас я посмотрю и кстати недавно тут вот одна наша коллега такая итальянско-немецкая Стефания Центроны она выпустила там три тома ну вот работа уже не самого майнинга а вот сейчас я его запамятую как его зовут сейчас если я найду быстро как раз вот по поводу этой ну как вот такого современного последователя майнинга и в общем там действительно действительно много интересного там в чем дело оказывается что вот то что этот автор сейчас найду как его зовут он называет какой-то антологической предпосылкой ну в общем как раз это вот упирается грубо говоря в Рассела да вот в его работу как об обозначении он деноутин ну и грубо говоря с идеей о том чтобы что-то вот что-то обозначать нужно вот чтобы оно одно было то есть здесь вот такое вот отношение нужна антология да тогда как вот собственно ну вот весь подход майнинга основан на том что более абстракт более абстракт да 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 кстати вот есть перевод его такого сокращенного варианта его книги на английский язык вот посмотрите у меня здесь ссылка и сейчас вот если я найду я даже забыл на какую а вот его зовут Рутли называется реабилитация теория объектов это статья 73-го года еще вот посмотрите она доступна есть в интернете действительно для меня оказалось очень полезно вот поэтому я все-таки продолжаю придерживаться что майнинг по своему духу от психологии эмпирической очень и очень ну слушайте ну вот то что я вижу ну как он же ну может быть вам это вот кажется неправильным направлением но просто чисто биографически я бы сказал так я бы сказал что это неправильное направление я бы сказал что по духу он далек от того что связано с его именем что считается развитием его идей и так далее ну вот идея эффективных объектов она не только значит через майнинга может она представлена у Ганса Файхингера философия как если бы интерпретатора Канта это то тоже интересно и вы правильно мне кажется говорили что вопрос об истинности надо как-то так в скобочке брать когда мы работаем с фикцией настоящие фикции не могут быть ложными и не могут быть истинными ну вот понимаете да ну вот это как раз стандартная точка зрения это то что иногда называют как это самый truth maker thesis чтобы что-то было истинным нужно чтобы что-то существовало но вот как раз-то майнинг как раз так не считает то есть майнинг предположит точка зрения что можно говорить ну как я не знаю мы там говорим правда или нет что там Анна Карейна бросилась под пояс если я скажу что она повесилась это будет ложность под пояс то есть это конечно в каком-то специальном смысле мы говорим но тем не менее вроде мы можем говорить истинное и ложное без предпосылки о том чтобы эти вещи были ну да это истинное и ложное на каких-то там порядковых или выше уровнях да и так далее ну и вроде вот если мы хотим для математики какую-то теорию про истинность да вот как Калмогоров то нам тоже нужно то есть если мы не хотим считать вот как Калмогоров что математические объекты существуют так а хотим считать истинным и одновременно мы все-таки хотим говорить что в математике есть истинные высказывания и сложные но опять-таки значит нам нужно тогда вот от этого тезиса отказаться что истинность обязательно глючет существовать да когда мы имеем дело с конструкциями когда мы имеем дело с артефактами вопрос об истинности ну по крайней мере становится гораздо сложнее чем в классике классика она как бы наивно привязана к нашему грешному миру по лекалам объектов внешнего мира рассматривает и математические объекты вот а когда мы абстрагируемся в достаточной степени то мы можем говорить о фикциях не предполагая такой однозначной характеристики на истинность и ложность как в классике этот момент мне кажется важным артефакты они не бывают истинными или ложными артефакты это фикции в том числе интеллектуальные артефакты это воплощенные фикции вот и математика это вот область таких вот воплощенных фикций интеллектуальных артефактов которые значит математики вот с вашей точки зрения не бывает истинных и ложных высказываний все дело как относиться к аксиомам если считать что аксиомы являются истинными высказываниями это классика если считать что аксиомы это некоторая система конвенций а конвенции не подлежат классической истинностной оценке это другое дело и мне кажется Гилберт в общем-то был прав когда он считал что аксиомы являются скорее конструкциями я готов так скажем поддержать точку зрения именно Гилберта в этом отношении ну понятно интересно интересно спасибо спасибо за комментарии а можно еще один комментарий да вот по поводу того что было сказано мне как раз снова кажется интересным вернуться к вот этому развлечению между просто фикциями и невозможными объектами как фикциями потому что с просто фикциями мы все-таки можем придумать способ работать вполне конструктивный то есть мы можем сказать ну хорошо Анны Каренины как объекта не существует в реальном мире но существует некий нарратив в котором мы можем ну то есть мы можем каким-то образом описать процедуру вполне однозначным с помощью которой мы просто вот примем конвенцию что значит с помощью которой мы можем находить доказательства истинности вот таких вот утверждений о фикциях и тогда все окей как бы есть в каком-то смысле есть смысл как есть возможность говорить об Анне Карениной есть возможность говорить об истинности предложения что она бросилась под поезд и так далее но когда мы имеем дело с такими штуками как круглые квадраты или там окружности которые две пересекаются в четырех точках вроде бы понятно что никакой возможности говорить об этих объектах и описывать какие-то процедуры работы с ними у нас нет да нет да нет это вот как раз не так посмотри ну во-первых ну вот позовием процедура вот 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 они в четырех точках пересекаются построим такие-таки линии и дальше увидим что все противоречиво но это немедленно очевидно понимаешь тут нельзя предполагать вот такое логическое всезнание да что мы а с другой стороны смотри если думать там ну что допустим мы не можем доказать непротиворечивость там цермела френхеля теория да вот у нас так сказать некие ограничения на это мы либо так сказать верим что оно непротиворечиво либо нет и но мы но мы с ней можем работать там да теоремы да как что-то делать и а вдруг оно окажется противоречиво вот у Володи Воеводского это одна из таких было что он считал что арифметика пиана может быть противоречиво ну правда в общем такой неудачный его был попытка вот в эту тему въехать потому что народ как-то стал страшно возмущаться ну а Володя в общем ну не был таким специалистом что ли в этом его ну в общем каких-то мелких незначительных на самом деле деталях ловили но у него была такая вот идея а вдруг вот мы докажем что не то что там церемел это теория ну а вот арифметика противоречивая и что но вот он считал что да ничего особенного ничего так сказать мосты не рухнут и ничего не произойдет и это как будет так интересно математически новые задачи поставить но это конечно чистая спекуляция может быть не самая удобная но в каком-то смысле по крайней мере вот уж не знаю про арифметику но вот про теорию множества мы действительно это можем сказать да что у нас нет каких-то гарантий ее непротиворечивости но вот вроде что значит что вот мы вроде считаем что это и есть модель а что значит модель но как-то мы себе это вот представляем воображаем да но и этого достаточно чтобы мы с этим работали чтобы какие-то нетривиальные вещи мы там теоремы доказывали это все работает но что это вот нельзя из этого вывести противоречия мы не знаем и может так сказать даже и не узнаем никогда ну то есть опять вот понимаешь вот когда ты говоришь то есть вот этот пример там круглый квадрат он плохой потому что ну как бы у тебя он сразу это какое-то сочетание слов да круглый квадрат с которой мы как раз не можем связать никаких вот образов да вот их порядка в сторону психологии никакого такого психологического смысла объекта но с другой стороны вот уже и с этими окружностями мы в общем можем какие-то более сложные вещи тем более и в этом смысле ну вот мне просто мне кажется что здесь есть вот силу это аргумент который ты приводишь да что это вот очевидно невозможно да почему и кстати говоря естественно там всякие вот любители всякой пары непротиворечивости они тоже вот то же самое скажут да ну извини что я как раз и говорю о том что я как раз и говорю о том что вот можно как бы последовательно расширять вот эту рамку вначале мы говорим что нет значит мы работаем только с теми объектами которые существуют и ну мы знаем как это доказать другие ну дальше мы говорим нет ладно мы будем работать с фикциями и с теми вещами о которых мы говорим что ну утверждения являются истинными в каком-то другом смысле не в таком как те утверждения которые мы делаем а реально существующие объекты а потом мы говорим да в общем плевать вообще о чем мы говорим все существует что мы можем каким-то образом концептуализировать и даже если мы толком не знаем как с этим работать ну и что вот смотри ну вот здесь тоже вот ты сейчас сказала все вот это то что приписывали майнингу что он абсолютно отрицал да то есть вот кажется вот на майнингу вот если так сказать не вникать можно сказать ну вот этот значит парень говорит что там все на свете существует круглый но нет он наоборот говорит все это не существует ни разу но тем не менее это можно себе как-то представить и что-то об этом рассуждать для этого совершенно иначе чтобы они существовали да я неправильно сказала не все существует это все обо всем можно осмысленно говорить то есть вот этот самый пример с окружностями которые пересекаются в четырех точках насколько я понимаю с точки зрения ну там что такого сторонника реализма что конструктивиста после того как мы значит получили противоречия мы тем самым показали что все предыдущее что мы о них говорили в сущности не имеет смысла потому что с точки зрения классика нет смотри нет совсем не так потому что ну даже смотри вот если взять эту логику да интуиционисту в ней вот есть же у нас понятие отрицания которое именно в этом и состоит да что мы выводим противоречия то есть вот и но это не значит что вот как ты сказал не имеет смысла наоборот у нас вот понятие там ну так же как в обычной логике понятие там не а оно совершенно осмысленно но смысл именно стоит в том что мы из а вывели противоречие вот как в случае с этим допустим окружности то есть вот сказать что это так сказать лишает содержание лишает семантики лишает смысла это неверно ну тогда вот вопрос в том могут ли быть какие-то вещи которые действительно вот они с точки зрения интуициониста не являются осмысленным предметом рассуждения а с точки зрения вот майнинга и условно Калмогорова я понимаю что он об этом не писал но если мы будем считать что они думают одинаково примерно вот вот с точки зрения этих двух значит об этих вещах все-таки можно говорить вот мой вопрос как бы он к этому ведет то время я понимаю ну смотри ну здесь действительно вот с этим отрицанием это реальная проблема там собственно вот вся вторая половина статьи вот если ты послушаешь про это и напишу да ну то есть я не хочу сказать что ты неправильно ну то есть вот тут реальная трудность да что если мы хотим быть такими жесткими конструктивистами то вот как ты собственно это точно сказал нам нужно сказать что отрицание бессмыслно что нет но с другой стороны если мы говорим что отрицание бессмыслно тогда у нас как бы нету вообще предмета вот как он там замечает да тогда тогда мы например не можем тогда мы можем сказать что у нас например исключенное третье универсально поскольку для вот этих конструктивных предложений мы даже не можем применить да поскольку для них такая дизюнкция будет плохо построена с отрицанием и тогда у нас как бы очень пропадает весь предмет ну она там реалибилизуется потом там были попытки людей вот строить как бы этот позитивный фрагмент то есть это именно вот сейчас ну как бы мы попали вот именно на эту точку и обычно то что вот у Гейдинга ну можно сказать что это некий компромисс если хочешь да то есть то есть отрицание есть но вот эта вот проблема как-то так сказать обойдена вот но с другой стороны она никуда не делась конечно конечно но собственно точка зрения вот Коломогорова и Майнинга если действительно их можно сближать вот как я пытался сделать кстати это такое довольно довольно смелое предположение ящики не уверен что он там читал Майнинга как бы в всяком случае ссылок я не видел вот но если действительно из этого исходить то что то подожди ну то можно сказать что его да позиция вот именно в том что вывод противоречия не обессмысливает и не лишает содержания да что что у нас вот есть вот это понятие допустим там круглого квадрата да или такой пары окружностей да мы доказали что что их не может быть ну и что а мы и так говорим что их нету мы не считаем что у нас что-то есть да но то есть это важная информация что это противоречиво никто не говорит что это нерелевантная информация но из этого а не следует что они не существуют ну они не существуют но это тривиально потому что для нас вообще математический предмет не существует да и и б мы все равно они являются так сказать ну как бы легитимными объектами хотя вот такого специального вида противоречивания вот как-то так да ну это интересно спасибо за вопрос ты вот действительно прям в точку попал я думаю что любой готов доказать что круглый квадрат не является треугольным овалом да тут конечно важно ну вот это вот эксфальцио да насколько мы вот признав эти противоречивые объекты нетривилизуемые логику но я думаю что нет потому что мы же не признаем то есть это не паранепротиворечивые логики это другой так сказать ну другой заход то есть мы не говорим что противоречие в каком-то смысле вот приемлемо да мы просто говорим что вот противоречивые объекты мы как бы они объекты они рассматриваемые да но мы да говорим что они непротиворечивые и в этом смысле мы не тривилизуем логику ну то что является опасностью для любых вот таких пары консистентов подхода то есть это не про пары непротиворечивости вот ну слушайте наверное да будем завершать или еще какие-то да вот я тоже хотел бы спросить есть ли какие-то еще вопросы или соображения ну давайте если еще я с удовольствием не знаю вот моя электронная почта давайте собственно вот это моя старая работа теперь я пришлю и буду очень рад любым предложениям Андрея Филоматика Орга Маваж да ну давайте тогда будем действительно завершать еще если какие-то соображения я планирую планирую выложить ее вот надо еще абстракт дописать вот вот эта версия которая последняя разослала я там ну подправил какие-то ошибки это вот мне Сергей Мелехов там прочитал вот эту часть собственно про себя да и я ее наверное выложу на архив и в общем есть там еще любые любые замечания критику буду очень благодарна да хорошо да еще раз тогда Андрей спасибо большое спасибо вам за выступление да за ответы на вопросы комментарии было очень интересно спасибо ну тоже все спасибо всего хорошего